Личный кабинет на сайте и государственные услуги в электронном виде. Эти новшества для жителей страны уже давно перестали быть в диковинку. Как система будет развиваться дальше? Сегодня об этом говорили участники комиссии по использованию информационных технологий. Провел ее председатель правительства России Дмитрий Медведев. Из года в год мы говорим об одном и том же. Нам необходимо наладить удобный для граждан диалог с государством. Лицом государства в этом случае выступает электронное правительство. Для этого оно должно быть единым, подчеркиваю, именно единым, а не разделенным на фрагменты, когда у каждого государственного органа свой сегмент и абсолютно разный интерфейс, непонятный каждый раз для человека, который заходит на эти ресурсы. Единый портал государственных услуг с каждым годом становится содержательнее. Вместе с тем растет и его популярность. Только в Чувашии личные кабинеты на сайте уже зарегистрировали более 36 тысяч жителей. Проверка штрафов, замена паспортов и оформление документов в сфере имущественных отношений стали одними из самых популярных услуг. Всего же республика перевела в электронный вид 69 услуг. Качество востребованных запросов должно повышаться, отметил председатель российского правительства. Участникам комиссии и региональным властям Дмитрий Медведев поставил еще одну задачу. Процедура регистрации на портале в ближайшее время должна быть упрощена. Пока же пользователям приходится проходить сложную процедуру. Простаивать в очередях за справками жители тоже не должны. Сбором документов занимаются не граждане, а сами чиновники, используя систему межведомственного электронного взаимодействия. К этому ресурсу подключены более 7 тысяч участников. Растет и количество запросов. У нас с этого периода 69 508 запросов. В настоящий момент, с 26 октября, у нас началось тестирование ФАИВов, федеральных органов власти, к региону. И вот по данным на 5 ноября, сегодня 12 сведений про тестирование. Все успешно. И мы находимся в третьей очереди. То есть не в первой, а в третьей очереди. И исполнение составляет 56%.